Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Сегодня мы поговорим о Коде Соломона. А если вы давно знакомы с нашим служением, то немного слышали о нем. Как-то я говорил о Давиде и выделил один момент, который был для меня откровением Святого Духа. Это поможет вам понять, почему Давид был человеком по сердцу Бога. Во-первых, хочу еще раз подчеркнуть, что прошлое указывает на будущее. Вы можете открыть Бытие, 11 главу, 10, 9, и так до 1, и вы поймете порядок библейских предсказаний. Знамени в одни Ноя, 6 глава. Вознесение. Еноха, 5 глава. Скорбь и знак Каины, 4 глава. Третья глава. Сатана, змей. Вторая глава. Все идеально. Первая глава. Вечность. Во-вторых, определенные модели скрыты в людях. Это очень сложная тема с точки зрения теологии и герменевтики. Сложно объяснить, как определенные люди символизируют какие-то характеристики, так как животные в Ветхом Завете символизировали империи будущего. К примеру, лев — это вавилон, медоперсия — это медведь, леопард — это Александр Македонский. Животные символизировали черты империи или ее лидера. Так было всегда. Тоже можно сказать о людях в Библии. Все слышали? О, Иезавеле. Они так много говорят, что все знают, что такое дух Иезавеле. В книге Иуды упоминаются трое — Каин, Валаам и Карах. Иуда предупреждает, что в церкви может появиться тот же дух или отношение, что было у Каина, Невалаама и Караха. Карах был одним из старейшин, который хотел забрать власть у пастора Моисея. А Каин убил своего брата из-за пожертвования. Люди в церкви все еще ссорятся из-за пожертвований. Слава Богу, меня не убивали за пожертвования, но я знаю людей, которые атакуют других из-за их успеха в служении. Они атакуют их своим языком, который Библия называет мечом. Итак, Каин был тем, кто позавидовал духовному, благословению другого человека. А Валаам — это тот, кто шел на компромисс. У Валаама был сверхъестественный дар, но он им злоупотребил. Хочу публично заявить о том, что задевает меня больше всего. Это люди, которые говорят, что за определенную сумму вы можете получить определенное пророчество. Если сумма большая, то пророчество будет большим. Если сумма меньше, то и слово будет поменьше. Как-то к Петру пришел человек, который был магом в Самарии. Он предложил Петру деньги за возможность возлагать на людей руки для принятия Святого Духа. Если бы Петр жил сегодня, он сказал бы «Аллилуйя!» Богатство грешника переходит к праведнику. «Сейчас этот колдун пожертвует в наше служение». Но Петр сказал так «Ты и твои деньги сгниете». Хотите дословный перевод? Иди-ка ты подальше, вместе со своими деньгами. Как ты мог подумать, что можно купить дар Божий? Это есть Дух Валаама. Такому человеку платят за то, что он скажет. И из-за этого имя Валаама стало в Библии негативным. Я не буду останавливаться на этих персонажах, но хочу сказать, что Божьи модели и цели также скрыты в событиях и в лидерах и патриархах Ветхого Завета. Далее я хотел бы покопаться в трех людях из Ветхого Завета, которые строили жилища для Бога. Это Моисей, который построил Скинию, Моисея. Второй человек — это... Многие христиане не знают, что это есть в Библии, но в первой книге про Липоменом, 15 главе сказано, что Давид поставил шатер на горе Сион. И туда принесли ковчег Завета. Там Давид постоянно поклонялся. Он не мог построить храм, потому что был военным. Но Бог позволил ему поставить шатер. И внести туда ковчег Завета. В некоторых Библиях перед Псалмами сказано, кому адресован Псалом. Кто его пел? Скиния Давида певцов было трое. А еще там стоят странные слова. Эти слова обозначают музыкальные инструменты, которые нужно было использовать. Была 8-струнная арфа, 12-струнная арфа, что-то похожее на небольшую гитару, большие арфы, ну и так далее. Возле каждого Псалма стоит имя человека. Например, Псалом Асафа, а также указан инструмент. Скажите, а почему Давид говорил, на каком инструменте нужно играть тот или иной Псалом? Потому что каждый инструмент звучит по-своему. Единственный инструмент в форме органа, который я видел в церкви, это орган Хэммонд. Не подумайте, я не их рекламный агент. Я не пытаюсь продать вам орган Хэммонд. Но если в церкви орган другой фирмы, то пятидесятнические церкви не звучат на нем нормально. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Возможно, вам нужно быть из черной церкви, чтобы понять меня. Орган может издавать разные звуки на разных уровнях. Попробуйте сыграть любую песню на таком органе, и у вас ничего не выйдет. Я никогда не мог этого понять. Я наблюдал за этим еще с юности. Но Давид получил откровение об этом, поэтому писал, «Этот Псалом играть на этом инструменте». Вот этот? Играйте на гитаре. А этот? Ну, давайте возьмите бубенцы, кимвал, какие-нибудь лютни. Я покажу вам, как это работает. Есть фильм о парне, который написал песню о небесах. Наверняка вы знаете, о чем я. Только не делайте вид, что не знаете. Это был настоящий хит. В этой песне самое главное — это мелодия. С первой же минуты она цепляет. Мелодия изменила бы песню, и она не была бы эффективной, потому что у каждой песни свой звук. Но давайте остановимся на минуту. Мы скоро вернемся к Давиду. Он был вторым, кто построил жилище для Божьего присутствия. Третьим был Соломон. Соломон построил храм. Это было самое главное, дорогое и величественное сооружение в истории Израиля. Там были золотые гвозди, золотые панели. Храм был просто фантастическим. Итак, давайте-ка я покажу вам, как выглядела та песня из фильма. «Что это было за песня?» В этой песне самая главная мелодия. Она просто захватывает. Вы согласны? А теперь давайте покажу вам, как еще. Вот так могла бы звучать. Могла бы звучать и так, да. Послушайте внимательно то, что я хочу сказать об этих сооружениях, о храме. Эти три ветхозаветных сооружения указывают на три движения Бога на земле, которые будут предшествовать концу времен и последнему излиянию Духа Святого. Моисей был в пустыне 40 лет. Давид был царем Израиля также 40 лет. Соломон был царем Израиля 40 лет. Ну что ж, получается 40 плюс 40 и еще раз 40 равно 120. За 120 лет они еще не закончились, но этот отрезок времени начался с пробуждения на Азуза-стрит и привел к появлению восьми основных полноевангельских пятидесятнических деноминаций. Всего одно из влияния. Затем было харизматическое движение, которое привело к еще одному движению Слово Веры. А сейчас мы приближаемся к последнему отрезку, и тут появляется Код Соломона. Давайте поговорим об этих сооружениях. Я покажу вам, что они, как мне кажется, символизируют. Первое сооружение это скиния Моисея. Скиния Моисея была очень интересной. В ней были большие балки и шкуры животных. Я уже рассказывал вам, что даже у веревок были свои имена. Женщина из института в Иерусалиме рассказала мне, что одна веревка называлась Слово, а вторая — «Дух». То есть передние балки держались за счет Слова и Духа. Нас все еще держат Слово и Дух, только теперь уже по-настоящему, натурально. Вот что держит нас вместе. Вот что не дает вам упасть и поддерживает вас. Скиния Моисея была очень интересным местом. Там были сделаны акценты на нескольких вещах. Акцент на жертвах и крови. Акцент на святости, служении Богу и попытке поступать правильно по закону. Итак, скиния Моисея сконцентрирована на послушании закону. В законе написано, что следует делать, а чего делать не стоит. Не бей, не укради. Вы заметили все с приставкой «не». Не то чтобы «совершай добрые дела», как в Новом Завете. Иисус говорит «делайте добро». По Ветхому Завете весь закон говорит «не». Постоянные запреты. Это место, которым нужно было ходить определенным образом. Я имею в виду скинию. Если вы выполняли все, что нужно было делать, вы были благословлены. А если вы делали все то, чего нельзя, то вас забивали камнями. Слава Богу, что мы не живем в то время, потому что половина церкви была бы мертва. Не буду углубляться в эту тему. Итак, Моисей делал акцент на святости, святости и еще раз на святости, праведность, очищение кровью и прощение грехов. Такими были акценты первого Божьего движения. Давайте поговорим о Соединенных Штатах Америки. Мы могли бы поговорить о любой части мира. Но поскольку мы здесь, давайте поговорим об Америке. Первое пятидесятническое движение. Мы говорим о церкви Бога, ассамблее Бога. Да, продолжим. Мы говорим об апостольской пятидесятнической церкви. Акценты в то время были на внешности. Почему это было так важно? Будьте внимательны. В юности я слышал, что женщине нельзя стричь волосы. И мой любимый стих «Женщина не должна носить того, что принадлежит мужчине». Тогда много внимания уделялось внешнему виду человека. А правила для этого были взяты из книги Второзакония. Я помню, как они возмущались из-за того, что женщины носили джинсы. Женщина не должна носить того, что принадлежит мужчине. Успокойтесь. Во времена Моисея не было джинсов. Тогда были халаты. Но халаты были разными по покрою и поясу. Одни были более женственными, а другие были более мужскими. И Бог говорил, пусть мужчины не носят женственную одежду. и наоборот. Проведите границу, но у людей свои идеи. Я не буду критиковать ничьи убеждения, я лишь хочу показать вам что-то очень важное. В Библии Мириан танцует только один раз, когда фараон утонул в море. Она достала тамбурины и началось веселье. Следующий танец был уже вокруг золотого тельца. Бог увидел этот танец и сказал, вы меня достали. И тогда левиты убили три тысячи поклонников золотого тельца. Один танец был правильным, а второй нет. Бог слышал, как они десять раз жаловались. Нам нужна вода. Нам нужна манна. Нам не нравится то и не нравится это. Нам не нравится к слову и Моисей, а еще его брат Аарон. Они жаловались десять раз. И однажды я спросил у Господа. Я прочел все книги Тора, но с исхода до второзакония я не вижу, чтобы Бог говорил с израэлитянами о поклонении. Он пытается приструнить их и убрать Египет из их сердец. Он пытается переключить их с поклонения корови на поклонение ему, Богу. Я спросил, Господь, почему ты не показал им, как тебе поклоняться? И Бог ответил, потому что их сердце не было в правильном положении. А я не могу принять поклонение из такого сердца. В Новом Завете Иисус сказал, они славят меня устами, но их сердца далеки от меня. Иными словами, Бог открыл им всего один аспект святость и жертвы для покрытия греха. Об этом же проповедовал и мой прапрадедушка. Он был очень и очень строгим. Все первые пятидесятники были очень строгими. Они не верили в телевидение, некоторые все еще до сих пор не верят. Один брат пришел к другому и сказал, ты лицемер, почему? Ты сказал, что не смотришь телевизор, но я видел хвост дьявола на твоей крыше. Он говорил об антенне. Да, раньше люди были такими. Слушайте внимательно, потому что я покажу вам что-то очень интересное. Бог поднял царя Саула, а потом сказал, я заберу царство из руки Саула и найду кого-то из колена Иудина. Я ищу человека по сердцу моему. Давайте разберем это. Что такого особенного в Давиде, что сделало его человеком по сердцу Бога? Вы ответите мне то, чему меня учили 41 год. Все дело в том, что Давид был поклонником. Нельзя сказать, что он был первым поклонником. Авраам построил жертвенник и поклонился Богу. Иаков вернулся к жертвеннику и что? Тоже поклонился Богу. Эти люди строили жертвенники из поклонения Богу. Так что Давид не был таким уж первым поклонником. Давид понял, что на небесах чего-то не хватает и занялся этим. Понятия не имею, о чем вы говорите, брат Перри. Но скоро вы все сами поймете. Давайте-ка вернемся в прошлое. Бытие первая глава. Первый стих. Вначале Бог создал небо и землю. Знаете, кто присутствовал во время сотворения? Итак, вначале Бог. Это Бог Отец. Дух Божий носился над бездной. Это Святой Дух. Третий стих говорит, Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Что это за свет? Это свет Слова. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Итак, есть Отец, Сын и Дух Святой, и они упоминаются в первых трех стихах Библии. Но я хочу показать вам стих, о существовании которого многие и не догадываются. Бог говорит с Иовом о сотворении. Помните эти слова? «Где ты был, когда я землю утверждал? Если ты знаешь, то отвечай мне, кто определил ей предел? Конечно, ты знаешь, кто протянул над ней мирную нить, когда вместе пели все звезды утра, и Сыны Божии ликовали от радости. У меня есть книга «Хроники священной горы», и в ней я в деталях рассказываю людям о разных видах ангелов. Это серафимы, херувимы, существа и так далее. Однако есть два подразделения, которые есть повсюду на небесах. Это утренние звезды и Сыны Божии. Сыны Божии это Бней Элохим. Так это звучит на еврейте. В Бытии в шестой главе говорится о сынах Божиих, которые вошли к дочерям человеческим и родили великанов. Книга Иова первая глава. Сыны Божии пришли к Богу, и вместе с ними пришел сатана. Книга Иова вторая глава. Сыны Божии снова пришли к Богу, и сатана с ними. «Где был ты, когда Сыны Божии ликовали от радости?» Итак, Сыны Божии это ангелы, но есть еще одно подразделение, утренние звезды. В Библии есть имя Люцифер. Помните у Исаии? В 14 главе сказано Люцифер сын утренней зари. Люцифер это странное слово. Оно означает утренняя звезда. Люцифер был главой утренних звезд. Чем занимались утренние звезды? Давайте еще раз посмотрим на этот стих. «Где был ты, когда все утренние звезды пели вместе?» Если вы посмотрите книгу Иезекииля, 26 главу, а также Исаии, это знаменитая 14 глава, к которой мы уже обратились. Многие ученые согласны, что помазанный херувим, о котором там говорится, это Люцифер, который возглавлял всех утренних звезд. В нем были скрипки, трубы, тамбурины. Если можно так сказать, он был лидером прославления и руководителем небесного хора, состоящего из утренних звезд. Пока Бог творил, пока Бог входил в пустоте и приказывал ничему становиться чем-то, в книге Иова сказано, что он повесил землю ни на чем. Итак, Бог творит, а Люцифер ведет других ангелов в хвале. Вся вселенная вибрирует от хвалы и поклонения, написано, что они пели от радости. Адам еще не был создан. Они пели от радости, но сейчас я расскажу вам еще кое-что. Когда лидер прославления небес изменил свое звучание, Бог посмотрел на него и сказал, ты был совершенен во всем, пока в тебе не было обнаружено беззаконие. Беззаконие это слово эвэл, от которого произошло слово зло. Хвала и поклонения начали меняться. Можно сразу понять, когда на сцене разногласия между музыкантами. Они могут улыбаться друг другу, но звучание меняется, меняется и помазание. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. А теперь слушайте. Слушайте внимательно, потому что сейчас будет очень интересно. Пожалуй, сок мысли будет очень и очень интересно. С того момента, как сатана забрал с собой треть ангелов, это была треть поклонников, треть воинов и треть работников, я могу доказать вам это из Библии. Служебные духи, посланные на дело служения, это так называемые работники. Итак, в Откровении 12 главе сказано, что Михаил и его ангелы воевали с драконом и его ангелами. Михаил это ангел-воин, это руководитель божественной армии. Он сражается с сатаной напрямую. И однажды Михаил со своими ангелами свергнет сатану с его ангелами со второго неба на землю. И когда это произойдет, тогда наступит конец. Вы готовы? Это было незабываемо. По нашим данным, это было величайшее главное событие за все 32 года. И у нас есть аудио и видеозаписи для наших телезрителей. Я произнес там пять проповедей. Пророческое знание еврейского года. Я разобрал этот год на основании букв алфавита и рассказал о том, что следует ожидать от этого года в духовном, политическом и пророческом плане. Вам говорили о том, что это было очень сильное послание в моем исполнении. Используя символы и прообразы, я рассказал о трех людях, которые строили скинии для Бога. Вы узнаете о том, как небеса утратили свою песню, когда Давид вернул эту песню на землю, и как вы через хвалу и поклонение можете вернуть песню небес Богу. Вам нужно это услышать. Еще одна тема, будет ли церковь проходить с период великой скорби. Мы поговорим о времени прихода Господа. Многие люди считают, что он вернется после скорби, а я на примере Писания покажу, что он придет до скорби и укажу на слабые места других учений. Вы увидите, что эта истина есть в Библии и поймете, что Иисус придет до начала скорби. Затем я учил о пророческом сигнале тревоге. Мне стало интересно, почему после провозглашения о том, что посольство США возвращается в Иерусалим, весь ад восстал против администрации президента. Я увидел подобные вещи в книгах Даниила, Ездра и Неемии. Писание говорит, что стена будет отстроена в самое беспокойное время. Вам нужно услышать это пророческое послание. И последним было сокрытое послание от ангелов освободивших Лота. Я покажу вам, что в словах, которые ангелы говорили Лоту, есть послание и для Америки. Они предсказали Лоту, то, что будет в США и других частях мира. Я хочу, чтобы вы заказали себе эти проповеди. На диске также есть проповедь Рона Карпентера, «Ваша книга судьбы на небесах», Седора Бишопа, «Будьте свободны» и «Марио Марула», «Станьте вооруженными и опасными в духе». Все эти восемь посланий входят в один альбом. Вы можете заказать CD за 55 долларов, а DVD за 95 долларов. Звоните нам или заходите на наш сайт. Пусть Бог обильно благословит вас. Очень важно, чтобы вы услышали эти послания. Мы редактировали их для телевидения, а вам предлагаем полную версию. Закажите этот набор, и он изменит вашу жизнь. Я вам это обещаю. Сейчас я нахожусь на территории Омега-центра, который является нашей штаб-квартирой. Сегодня у нас прекрасный день, а я молюсь, чтобы весь этот день был для вас прекрасным. Мы молимся за всех наших партнеров и друзей. Пусть Господь даст вам благоволение во всех сферах жизни. А еще вы каждый четверг можете присоединиться к нашей молитве в прямом эфире. Присылайте свои просьбы, и мы будем молиться за вас. Молитва очень важная часть нашего служения. Наше расписание с 25 по 27 января город Джексонвиль, Флорида, Саммитон, Алабама с 1 по 3 февраля. И впервые мы побываем во Фловуде, Миссисипи 23 февраля. Более детальное расписание вы найдете на нашем сайте. Также хочу сообщить, что скоро в эфир начнут выходить 38 программ, которые мы записали в Израиле. Поэтому не пропустите. Это будут новые выпуски. Смешно, но люди запоминают мои наряды. И если я надеваю их слишком часто, они думают, что это повтор программы. А вот смотрите, Перри снова в этой рубашке. Пусть Бог благословит вас. Увидимся через неделю. Мы с семьей приглашаем вас присоединиться к празднованию моего 60-летия на новеньком норвежском круизном лайнере. Это будет круиз по Аляске. Он пройдет с 23 по 30 июня 2019 года. Для получения более детальной информации зайдите на наш веб-сайт. Забронируйте себе место. Во время этого круиза вы услышите мои проповеди и сможете познакомиться со мной и спэм. Мы прекрасно проведем время вместе. Продолжение следует...